Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, очень сложно что-то добавить после столь всеобъемлющего доклада Владимира Федоровича, но я постараюсь немножко заострить внимание на существующей проблеме определения чистого края резекции и достижения чистого края. Я думаю, что для всех очевидно, что за последние 30 лет произошли колоссальные парадигмальные изменения в лечении онкологических заболеваний и в частности в области лечения рака молочной железы. Изменились наши подходы к лечению, изменилось наше восприятие заболевания и наше понимание онкологических заболеваний в принципе. В странах, где существует развитая система массового скрининга населения и где есть доступ к высокотехнологичным методам обследования, также изменилась и структура пациентов. Это можно увидеть на примере популяции пациентов, включенных в исследование NSFBP, которое продолжалось с 1976 по 1984 год, исследование сравнивавшее органсохраняющее лечение с радикальной мастектомией. Всего лишь 25% пациентов, включенных в это исследование, относились к клинической категории Т1Н0. И в то же время более позднее исследование B32 с 1999 по 2004 год уже 80% пациентов в структуре этой исследования составляли пациенты первой стадии. Изменились кардинальным образом наши подходы к лечению онкологических больных. Изменились подходы в системном лекарственном лечении. От основной схемы СМФ мы перешли к терапии антрациклинами, которые в свою очередь сменили режимы третьего поколения, включающие последовательное применение антрациклинов и токсанов. Изменились подходы к адюантной гормонотерапии от 1 года до 2 лет, 5 лет. И сейчас обсуждаются по результатам таких исследований, как АТЛАС, адюантное применение тамоксифена на срок до 10 лет. Появились новые возможности лекарственного лечения, такие как таргетная терапия. Изменились показания и усовершенствовались методы лучевой терапии. Все это привело к тому, что мы добились гораздо лучшего качества не только из лечения наших пациентов, но и качества местного контроля. По данным ретроспективного исследования, который график представлен здесь, частота местного рецидива в общей структуре рецидивов в период с 1985 по 2010 год снизилась более чем в 2 раза. Это достижения достигнуты благодаря совершенствованию лекарственного лечения и благодаря превалированию ранних форм за счет раннего выявления и ранней диагностики. Эти же факторы оказывают также влияние и на улучшение показателей общей выживаемости. Однако хирургическое лечение прошло также огромный путь от огромных радикальных и сверхрадикальных, как их называли операций, операций по Холстоду, по Холдину-Урбану, до достаточно экономных органно-сохраняющих хирургических вмешательств. Однако вплоть до 2012 года стандартом радикального хирургического вмешательства оставался отступ в 1 см от края опухоли. В такой ситуации при опухоли в 3 см объем резицируемых тканей должен составлять 65 кубических сантиметров, что практически полностью исключает возможность органно-сохраняющего лечения с удовлетворительным эстетическим результатом. Также одной из проблем, существовавшей в Западном мире, в частности в США, являлась высокая частота повторных хирургических вмешательств. В данном исследовании, опубликованном в 2014 году, участвовали ретроспективный анализ 316 тысяч случаев лечения рака молочной железы по данным Национального института здравоохранения США. В 25% случаев в среднем было выполнено повторное хирургическое вмешательство – реоперация, связанная с позитивным краем резекции. По данным различных авторов, значение реоперации варьирует, частота ее от 22 до 48%. Надо сказать, что для нас такие практики и такая частота реорезекции, конечно, немыслима. Я не могу сказать, что мы практикуем лучше наших американских коллег, но, по всей видимости, существуют определенные подходы, различия в подходах к терапии наших пациентов. Моника Мороу в 2009 году опубликовала ретроспективное исследование по оценке успешности одного хирургического вмешательства в качестве лечебного воздействия. Одного хирургического вмешательства. В 800 случаев было проанализировано. Успешная органосохраняющая операция достигалась в 88% случаев. Но интересно, что негативный край резекции по существовавшим на тот момент стандартам достигался в 66% случаев, в то время как реэксцизия выполнялась в 22% случаев. В 12% случаев докторам сразу же приходилось осуществлять конверсию до мастектомии. То есть более одного хирургического вмешательства претерпели 34% пациентов. На основании проведенного метаанализа в 2014 году были приняты новые стандарты, которые установили понятие негативного края резекции как отсутствие опухолевых клеток в окрашенном крае резекции. Эти стандарты давно назревали, и одна из причин их принятия являлась крайне высокая частота повторных хирургических вмешательств из-за позитивного края резекции. Неоправданно высокая частота. В 2016-м Моника Мороу на конференции в Сан-Антонио представила результаты анализа влияния новых стандартов на частоту ререзекции и на объемы хирургического вмешательства. Как вы видите на этом графике, частота органосохраняющего операции в период с 2013 по 2015 год стабильно растет, в то время как частота унилатеральной мастектомии уменьшается. Биллатеральная мастектомия – это американская история, она остается стабильной. Причем при анализе оказалось, что в большинстве случаев ререзекция производилась при ситуациях, которые по новым стандартам оцениваются как негативный край резекции. То есть при наличии отступа до 1 мм, 1 мм и меньше. Вот эта категория пациентов в структуре тех, кто подвергался повторному хирургическому вмешательству, превалировала. Многие изучали различные методы повышения радикальности хирургического вмешательства. В частности, вот есть публикация из New England Journal of Medicine о выполнении так называемой процедуры cavity shave margin. Когда хирург удаляет опухоль и из зоны ложа опухоли удаляет дополнительный отступ ткани. Оказалось, что такое хирургическое вмешательство достоверно снижает частоту позитивного края резекции, снижает частоту реоперации. И по данным, например, Malik, даже в 37% случаев обнаруживался инвазивный рак в так называемом бритом края резекции. Однако процедура cavity shave сопряжена с эстетическими недостатками и также она приводит к некоторому увеличению объема хирургического вмешательства. Проблема позитивного края резекции остро стоит при онкопластической операции. Потому что, например, при такой клинической ситуации, когда выполнена простая органосохраняющая операция, реорезекция возможно, выполнима и ее необходимо произвести. Но другая ситуация, когда, например, опухоль локализуется на границе верхних квадрантов, как у данной пациентки, она подвергается онкопластической резекции. Если здесь будет обнаружен позитивный край резекции, возможности коррекции этой ситуации, повторной реоперации с органосохраняющей маловозможно. Для того, чтобы избежать этого, в мире широко применяется методика интероперационной визуализации удаляемого биообразца. Вот вы видите пример, когда хирург на столе размещает биообразец, помещает его в специальный куб-носитель и выполняет рентгеновский снимок для того, чтобы прямо в ходе хирургического вмешательства локализовать опухоль, определить ее соотношение с краями резекции и при необходимости провести селективное иссечение по аналогии с тем, как делается операция при cavity shave margin. Однако же вопрос негативного края резекции, несмотря на наличие консенсуса, в том числе между Американской ассоциацией хирургов-онкологов, хирургов-радиологов и Сангалинской панелью экспертов, все же представляется несколько неоднозначным. Потому что существуют национальные рекомендации многих европейских государств, которые принимают другое понятие позитивного или негативного края резекции. Обратимся к результатам мета-анализа, который был проведен Хусани и который, собственно говоря, лег в основу принятия консенсусных рекомендаций ССО и АСТРО. При отсутствии опухолевых клеток в крае резекции среднее значение частоты местно-регионарного рецидива составляло 5,14% по данным тех статей, которые были включены в мета-анализ Хусани. Частота местного рецидива при отступе в 1 мм при органосохраняющих операциях имеет значительно более высокое среднее значение. Это достаточно удивительно, потому что при отступе в 2 мм при выполнении органосохраняющих операций опять-таки среднее значение частоты местного рецидива уменьшается. Получается, что дополнительный отступ в 1 мм дает снижение риска на 30%. Это очень удивительные результаты, и это отражается на форестплод графике мета-анализах Хусани. Посмотрите, вот это категория пациентов, у которых отступ составлял от 1 мм до 2 мм. И вы видите, что здесь частота рецидивов оказывается выше, чем у тех, у кого отсутствовали опухолевые клетки в крае резекции, или у тех, у пациентов, у которых отступ составлял более 2 мм. Есть дополнительный прирост пользы также при увеличении отступов 5 мм и более. Все это несостыковки заставили провести дополнительный мета-анализ, в который были включены еще порядка 20 тысяч пациентов. Его результаты были представлены на конференции в Сан-Антонио в декабре 2017 года. Дополнительно в мета-анализ было включено более 20 тысяч случаев лечения рака молочной железы. В том анализе было порядка 35 тысяч случаев. Однако, очень важный момент, который редко упоминается, когда речь идет об этом мета-анализе, состоит в том, что 11 тысяч пациентов, которые были включены в этот мета-анализ из датского исследования, имели отступ от края резекции более 5 мм. Опять-таки, обратите внимание, что средняя частота повторного хирургического вмешательства во всех исследованиях, включенных в данных мета-анализ, составила целые 41,6%. Колоссальная цифра. Этот мета-анализ показал также очень удивительные и не совсем понятные не для всех результаты. Дело в том, что при увеличении отступа частота местного рецидива уменьшается. Однако, нижнее пороговое значение при достижении негативного края, соответствующего устанавливаемым стандартам, остается везде одинаковым. Именно на основании этой одинаковости, вот этого нижней частоты риска рецидива, при соблюдении негативного края резекции, было принято решение, что все же понятие негативного края резекции должно быть тождественно отсутствию опухолевых клеток в окрашенном крае резекции. На сегодняшний день, с 2014 года, этот стандарт не пересмотрен и остается стандартом НССН, стандартом АСТРО и стандартом, который признает Сангалин. Однако же, ко всему стоит относиться с определенной долей критицизма. Например, существуют голландские национальные рекомендации, которые действуют с 2002 года, в которых существует такое понятие, как фокально-позитивный край резекции. То есть, наличие, по сути дела, инвазивного рака в крае резекции на участке менее либо равном 4 мм. И что же говорят голландские рекомендации? Они указывают, что при такой ситуации выполнение резекции не является обязательным. Показано дополнительное подведение бустовой дозы на ложе опухоли. В 2015 году на конференции Европейского общества клинических онкологов было доложено результаты ретроспективного исследования с оценкой ипсилатерального рецидива. И оказывается, что пациенты, имеющие фокально-позитивный край резекции, подвергающиеся реэксцизе, имеют частоту рецидива в 1,3%. В то время как те, которые не подвергаются реэксцизе, а только лучевой терапии, имеют частоту рецидива в 2,6%. Но примечательно, что негативный край резекции пациенты имеют частоту ипсилатерального рецидива в 2,3%. То есть, по данным вот этого, конечно, это не метаанализ, это ретроспективное исследование, проведенное в одной стране. Но они дают почву для определенного размышления. И они показывают, что, в принципе, местный рецидив не является частым явлением в наших сегодняшних практиках. Скорее всего, это как раз-таки связано с эффективностью лекарственного лечения и высокой эффективностью лучевой терапии. Напротив, существующие стандарты Национального института здравоохранения Великобритании говорят о том, что адекватным считается расстояние в 5 мм при инвазивном раке молочной железы и 10 мм при карциномии ин-ситу, если не планируется проведение дистанционной лучевой терапии. Если же планируется проведение дистанционной лучевой терапии, то стандартом чистого края в Великобритании признан 1 мм от края опухоли. Это больше, чем стандарт Сангалина. При этом в рекомендациях НАИС указано, что пациентам, у которых расстояние от края резекции до окрашенного края составляет менее 1 мм, следует предлагать реэксцизию. Какие же выводы мы можем сделать из этого разнообразия рекомендаций, проанализировав эти данные? Дополнительный отступ потенциально улучшает местный контроль. Это показано и в анализе Хусани. Вопрос, какой ценой ухудшаем мы эстетические результаты, а какой прирост в качестве местного контроля получаем. Необходимы и проспективные исследования для определения оптимального края. На сегодняшний день широко в мире принимаются стандарты ССО и АСТРО. Принимаются они в том числе и с ангалинской панелью экспертов. Поэтому в своей практике можно строить на основании этого. При малом расстоянии от окрашенного края до края опухоли необходимо принятие решения о дальнейшей тактике мультидисциплинарной команды. Вот такие рекомендации выводятся в большинстве западных заключений. То есть если у вас локально в учреждении стандартом является отступ 1 мм, то менее 1 мм нужно обсуждать мультидисциплинарной командой и принимать решение. Нужно повторное какое-то вмешательство или нет. Если у вас стандарт отсутствия опухолевых клеток в крае резекции, который принимается с ангалином и АСТРО, то тогда в общем-то все понятно. Ну и необходим единый стандарт для дуктальной карциномы инситу и инвазивного рака. Как сказал уже Владимир Федорович, стандартом на сегодняшний день для карциномы инситу является отступ в 2 мм. Но дело в том, что маргинальной зоной опухоли, которая наиболее близко прилежит к краю резекции, как правило, как раз таки является карциномой инситу. Поэтому возникает вопрос, кто может объяснить этой карциноме инситу, которая находится близко к краю резекции, что она является совсем иной сущностью, нежели самостоятельная карцинома инситу, по поводу которой проводится операция безинвазивного компонента. Существует множество открытых вопросов. Однако на сегодняшний день наши практики строятся на основании, как я уже сказал, принятых рекомендаций Сангалина, рекомендаций хирургического общества онкологов США и общества радиологов США. Я думаю, что этот стандарт является для нас на сегодняшний день основополагающим. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok